О проблемах малого и среднего бизнеса сегодня в программе «Отражение». Наши гости Оксана Продан, депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. Здравствуйте, Оксана. И депутат Харьковского городского совета Анатолий Радзинский. Рада видеть вас. Оксана, вопрос к вам. Вы сегодня приехали в Харьков. И с чего началось ваше знакомство с городом? Первое, куда мы поехали с Анатолием, мы были на множестве рынков Московского района. И в принципе рынки и продовольственные, и промышленные, и на радиорынке. У всех предпринимателей Харькова те же проблемы, которые есть и у предпринимателей других городов и других сел даже Украины. Это уменьшение потребительских способностей, это меньше покупателей, а расходы те же. Есть несколько вопросов, которые есть только в Харькове. То есть они бывают периодически в разных регионах, но вот сейчас на нескольких рынках есть другая проблематика, отдельная. Но главное, что волнует предпринимателей, даже вот мы говорим, да, вот я представляю предпринимателей, я представляю интересы предпринимателей в парламенте. Чем вам помочь? Главное, о чем говорят, пусть будет мир. Вот мир — это главное, что в первую очередь сегодня волнует людей. Это квинтэссенция всех разговоров. Но тем не менее, ближе к нашим проблемам, я думаю, Анатолий подключится. Все-таки мне бы хотелось, чтобы мы больше говорили о харьковских проблемах. Кризис 2008 года, да, экономический. Сейчас вот такая тоже непростая ситуация, да, каким-то образом Майдан повлиял. Я уж не говорю о тех событиях на востоке Украины, которые сегодня происходят. Как выжить предпринимателям? Ну, главная задача, главное, что касается востока Украины, потому что мы сегодня на рынках встречали и предпринимателей из Донбасса, которые здесь сейчас работают и тоже выживают. Вот, мы уже, уже вступил в действие закон, который мы приняли в парламенте, который освобождает предпринимателей, зарегистрированных на момент начала военных действий в Донецкой области, в Луганской области, в той зоне, которая сейчас под АТО. Освободили от отчетности, от налогообложения для того, чтобы эти предприниматели могли выжить. Да, вот задача государства помочь хотя бы тому бизнесу, который сейчас вынужден переселиться. По минимуму выполненный закон начал действовать и буквально в субботу он был опубликован в «Колосе Украины» для того, чтобы люди хотя бы не должны были доплачивать и платить за то, с чего у них нечего платить. Есть отдельная задача, которая касается и харьковчан, которые здесь живут. Моя задача — это сохранить ту упрощенку, которую мы отстояли в 2010 году на налоговом Майдане. И это задача номер один, потому что сегодня есть правительство Яценюка предложение о том, чтобы ввести кассовые аппараты и для упрощенцев. И очень важно это реализовать те законопроекты, которые уже зарегистрированы и мной, и моими коллегами, которые просто убивают коррупцию, которая на самом деле, главное, что делать сегодня, это давит бизнес. Предпринимателям на самом деле помогать не надо, и они не ждут помощи. Надо, чтобы чиновники не зарабатывали на тех, кто реально сегодня создает рабочие места и сам содержит и себя, и страну, и свои семьи. Позволю не согласиться с Оксаной в части. Почему? Потому что некоторым предпринимателям помощь все-таки нужна. И в мою приемную депутата городского совета обращаются предприниматели с харьковских рынков с одной проблемой. Эта проблема на самом деле общихарьковская, но вот сейчас она докатилась до рынков московского района. Это круглый рынок, это рынок на героев труда, ну и так далее. Это то, что предпринимателей заставляют платить деньги за ролеты, за новые какие-то строения, мафы, за так называемую реконструкцию. Это явление абсолютно неправильное, потому что предпринимателям в обмен на их деньги, во-первых, ничего не дают, а во-вторых, если руководство рынка решило этот рынок реконструировать, то оно должно это делать за свои деньги, а предпринимателям, как и раньше, сдавать в аренду эти новые реконструируемые места за какую-то померную, нормальную, рыночно обоснованную плату. То есть когда же... Дело в том, что эта практика, ведь это не первый год, эта практика была всегда, существовала всегда и не только на рынках московского района. Это повсеместная практика во всем городе Харькове, я так думаю, что и по области то же самое творится. Механизмы повлиять на собственников рынков, они существуют? Объединение. Только если предприниматели наберутся сил и веры в себя, объединившись, они могут отстоять, во-первых, свои торговые места, а это их нерабочие места сегодня, а во-вторых, сохранить те деньги, которых и так сегодня так мало. И вот Анатолий предлагает свою помощь, но эта помощь, она будет работать только если предприниматели будут готовы бороться. Оксана, расскажите об удачных примерах в Украине, потому что вы давно занимаетесь такой практикой. Да, мы сейчас к этому подойдем, я все-таки хотела бы от Анатолия. Оксана говорит об объединении, вы же общаетесь, вы депутат горсовета, да, наверняка вы общаетесь с людьми, к вам там в вашу депутатскую приемную и в приемную народного адвоката приходят люди. Люди, вот они сами готовы объединяться, вы понимаете, как мне кажется, что бы не придумывали сверху, пока снизу абсоциативы. Конечно, то есть вопрос как раз и стоит в том, что инициатива должна идти снизу. А мы должны ее поддержать, люди не привыкли. Есть люди, которые, да, вот нам сегодня говорили, что кто-то продал свою квартиру, потому что у него нет другого бизнеса, кроме этого места на рынке. Кто-то влез в огромные кредиты под 40%, под 60% годовых, потому что он не видит другого выхода, считает, что вывернется, а на самом деле он не отдаст эти кредиты, это невозможно, потому что 40-60% неподъемны для любой торговли. Поэтому, с одной стороны, инициатива должна идти снизу, с другой стороны, мы должны ее поддержать. Мы – это те, кто может ее поддержать. И поддержать не просто пойти там, ну, поголосить, помитинговать, еще что-то там, ну, сделать. Поговорить. Поговорить, да, то есть поговорили и разошлись. Речь идет о юридических процедурах. И я, как юрист и правозащитник, ну, знаю об этом, ну, почти все. Поэтому нам нужно юридически правильно отстаивать интересы вот этих вот людей, которые не хотят, чтобы с ними произошло то, что произошло, например, на рынке Барабашова. Вот есть рынок Барабашова, классический пример. Сначала там были ряды, потом люди сдали деньги на контейнеры, потом люди сдали деньги на еще какие-то мафы, потом еще реконструкция, еще реконструкция. И так это никогда не заканчивается. И они ничем не владеют. А не нравится, ну, уходи. С построенного тобой же мафа тебя и выгонят, никаких гарантий не будет. Это не у каждого, по-моему, там, собственности. Нет, никакой собственности. Вообще нет собственности. Нет собственности, а у людей нет собственности. Собственность на железо выдается. Я бы хотела все-таки услышать, вот есть ли инициатива самих предпринимателей? Конечно. Но ведь есть же у нас какие-то ассоциации предпринимательские. Почему вот эти организации, сегодня существующие, они не в состоянии отстаивать интересы своей же? Это не совсем так. Вот есть, я знаю, что Оксана много лет возглавляла одно из таких объединений, которое объединяло предпринимателей малого и среднего бизнеса. И Оксана вот и в Украине, и в Киеве, и в других городах как раз боролась за права предпринимателей, поэтому она является уникальным носителем вот этого опыта. Потому что в Харькове бороться не принято. В Харькове всех выщелкивают поодиночке. Вот люди говорят, что там кто-то возмущается, ему руководство рынка говорит, ну не будешь тут торговать, то есть не нравится, не торгуй. И остальные идут влезать в долг, в кабалу куда-то, ну для того, чтобы хоть как-то, чтобы у них осталась надежда, и они остались на этом месте. Поэтому только самоорганизация и инициатива, безусловно, самих людей с одной стороны, и с другой стороны юридическая помощь и поддержка, потому что мы должны отвечать юридическими методами. То есть по большинству руководителей рынков, большинство рынков, что это такое? То есть это, по сути дела, узаконенный рэкет. Потому что людей вымогают эти деньги 190 тысяч гривен, 240 тысяч гривен, а взамен им дают клочок бумажки. Ни на что. Какие-то фонды, какие-то благотворительные взносы, какие-то еще что-то. Не дают взамен ничего. Ну да, такая принудительная благотворительность. Оксана, а вы можете сказать, вот сейчас то, с чего начинал Анатолий, если у вас есть какие-то такие оптимистические примеры, наверное, да, нужно, чтобы у людей появлялось понимание, что можно добиться. И мне кажется, это как раз вот, ну, такая часть огромной темы гражданского общества, да, вот то, о чем мы сейчас говорим. Когда каждый человек осознает себя, вот я могу, я должен и я хочу. Гражданское общество — это здорово, когда речь не идет о твоем единственном механизме зарабатывания денег. Я просто говорю сейчас позицию предпринимателей. Когда он зависит от этого места, будет он завтра кушать или не будет, он очень сильно оглядывается, этот предприниматель, что ему делать, что не делать. Но на самом деле такие предприниматели везде не только в Харькове. И не только в Харькове их пугают, не только в Харькове бизнесу тяжело выходить в публичное поле, выходить в систему защиты на законном уровне своих интересов. Я могу точно сказать, что постановление 868, которое мы когда-то пробили в 2009 году, которое по пунктикам определяет и обязывает собственников соблюдать права предпринимателей на рынках, на рынках московского района Харькова никто не соблюдал. Поэтому одна часть работы Анатолия есть однозначно. Есть вторая часть, например, в Черновцах есть большой коммунальный калиновский рынок. Там предприниматели уже не единожды объединялись, выходили и отстаивали свои права. В Сумах центральный рынок, это вообще просто, знаете, кладезь позитивных результатов, там не просто реконструировали, там каждому абсолютно предпринимателю выделили торговое место, согласованное заранее по схеме, которая будет на рынке. И эту реконструкцию сделали за счет собственника рынка. То есть эти результаты есть, но они все получены только тогда, когда реально предприниматели объединяются. Очень тяжело предпринимателям самим выходить в борьбу на своем рынке, со своей администрацией, со своими директорами. Потому что вот ты выходишь, тебя выгоняют, все остальные затихают. Именно для этого и нужны или лидеры общественных объединений, о которых вы говорите, или же те депутаты горсовета, или же народные депутаты, которые готовы принимать участие и помогать, или просто общественники, которые не работают на этом рынке. Почему мы сегодня пошли с Анатолием по рынкам? Потому что он говорит, смотрите, если вы готовы бороться, если вы реально, вам это надо, и вы реально не можете, они действительно не могут, людей продавцов на рынках больше сегодня, чем покупателей. То есть они не могут позволить себе сегодня давать те деньги, которые хотела бы взять администрация рынков. Если вы готовы бороться, вот есть юрист, есть юридическая поддержка, есть ваша воля и ваше желание, и именно вот это объединение однозначно даст позитивный эффект. Но я не знаю ни одного случая на всей территории Украины, когда бы объединившиеся предприниматели, которые имеют юридическое сопровождение своей работы, не отстояли своих прав. Да, они, может быть, знаете, как не выгонят администрацию, не поменяют нового арендатора всего рынка, но то, что они отстоят свои права и заставят администрацию с ними считаться, это однозначно. Здесь нужно смотреть еще в корень, на самом деле, потому что большинство собственников так называемых рынков, большинство администраций рынков, возможно, получили землю, а земля, на которой стоит рынок, она городская, она коммунальная, так вот, возможно, они получили эту землю с нарушением. И весь порядок получения земли нужно выявить, выяснить, и нахождение там нарушений в получении этой земли будет еще одним рычагом давления организованных предпринимателей. Предпринимателей, да, а что делать? А как по-другому? А руководство рынков предпринимателей и шантажирует. Они же шантажируют, они же говорят, что не хочешь платить, уходи, не принесешь деньги к такой-то дате, мы закрываем твой контейнер, там, все вещи твои опечатываем или какое-то там в твое место, и не отдаем тебе, и еще что-нибудь такое. То есть постоянно это происходит, это постоянно происходит. И только в том случае, если люди объединяются, и если у них есть юридическая поддержка или поддержка народного депутата Украины, или поддержка депутата городского совета, хотя, безусловно, полномочий у депутата Верховной Рады на порядок больше, в 50-80 раз больше, чем у депутата городского совета. Потому что депутат городского совета, по сути, работает на общественных началах. А вот уже депутат Верховной Рады, он обладает теми полномочиями, которыми может воспользоваться либо во благо этих людей и помочь им, либо на свое благо. Но это выбор каждого. Да, безусловно. Часто приходится слышать, что украинское законодательство, оно достаточно качественное. Да, вот много законов, проблема в том, что закон... Приходится такое слышать, и это, кстати, встречается и в статьях, и в интернете, можно найти вот такое мнение. Законодательство, которое... Проблема только в том, что не выполняют. Это некачественное законодательство на самом деле, да. И вот я два года в парламенте работаю. Я впервые пришла в 2012 году вместе с фракцией «Удар» Виталия Кличка в парламент. Два года я пытаюсь систематизировать своими законопроектами, где это возможно, где нет. Но вот пытаюсь вывести к одному какому-то знаменателю все, что регулирует экономическую деятельность и бизнес. Есть законопроект 43.34, мой 43.34А, которым мы показываем, как в течение года, всего одного года, это реально всего одного года, можно полностью уничтожить коррупционную систему экономики, регулирования экономики. К сожалению... Звучит как-то так просто нереально. Это правда, но, к сожалению, он дает процедуру изменения сегодняшней советской, где-то постсоветской системы регулирования экономики на проевропейскую. В отрасли производства продуктов питания мы уже пошли этим путем, мы уже поменяли законодательство, закон и набор законов в сфере безопасности производства продуктов питания. Но это только один кусочек. Если бы мы приняли 43.34А, этот процесс прошел бы сразу во всех отраслях экономики. И вот этот законопроект касается 87 законов, которые сегодня регулируют экономическую деятельность, любую предпринимательскую деятельность. 87 законов. А сколько подзаконных актов, да? То есть есть одна часть, это непрозрачность самих норм, но самое главное, что в нашей стране не хватает, это судов. Сегодняшняя судебная реформа, которая была проведена последние три года Киваловым, Портновым и всеми остальными, она и раньше была неправосудная, да? А сейчас она даже просто добиться решения иногда бывает невозможно. Не то, чтобы правосудного решения, вот адвокат не даст соврать. Иногда даже решение тяжело получить, потому что они делают то, что хотят. И вот моя задача как народного депутата, я 15-й номер в списке блока Петра Порошенко, я знаю, что я буду в следующем парламенте снова, это обеспечить работу, правосудную работу судов. Без того, чтобы суды гарантировали выполнение законов, выполнение всех прав, мы ничего не добьемся. И защита, любая защита в суде любых вопросов, это опять же судебная реформа. И без этого никаких изменений в будущем быть не может. Главное, что мы должны сделать, это заставить работать суды, изменить систему работы судов. И вторая часть, это уничтожить внутри стороны коррупцию. Это если говорить сейчас о ситуации внутри Украины и мире на Востоке. Потому что мир на Востоке, это вопрос номер один сегодня. Вот как раз то, о чем вы сказали, это судебная реформа, работа судей и коррупция, это, мне кажется, глобальные проблемы Украины, от которых она страдает очень много. Но решить ее на самом деле просто, просто, надо только хотеть. Безусловно, изменение законодательства это очень важно. Почему? Потому что вот самоорганизация тех же предпринимателей на рынках и их юридической поддержкой, мы лечим не причину, мы лечим следствие. То есть мы лечим болезнь, замазывая ее зеленкой. Но менять нужно в корне. Ведь нигде в Европе такого нет, и нигде в Америке такого нет, чтобы руководство рынков брало с предпринимателей деньги на каких-то бумажках и якобы на строительство каких-то форм, и ничего им не давало взамен. Почему? Потому что там это противозаконно. Потому что там существуют законы, которые, возможно, приравнивают подобные действия к рэкетту, к вымогательству, и там это невозможно в принципе. Соответственно, вот проблема рынков и проблема того, что предприниматели заставляют сдавать деньги на воздух, она ведь не только харьковская, она всеукраинская. И Оксана говорила, что и в Сумахе, и в Черновцах, и в Чернигове, и в Киеве, везде одно и то же. Значит, соответственно, нам нужен такой закон, который бы не позволил это делать. Нам нужен закон, по которому не может руководство рынка собрать с предпринимателей деньги за право находиться в павильоне, ничего им не дав. По сути дела, построив на деньги предпринимателей этот павильон и еще на нем хорошо заработав. Потому что люди сдают не просто на строительство этих павильонов, ролетов, ну и так далее, каких-то форм, мафов. А люди сдают деньги в два раза больше, в три раза больше, чем себестоимость этих павильонов. И поэтому на законодательном уровне новые депутаты Верховной Рады должны рассмотреть эту проблему, потому что она глобальная для всей Украины. И принять закон, по которому руководство рынков не может подобным образом их реконструировать. Ну, вы знаете, опять же, это что, должен быть еще один закон, который касается только рынков? Вот то антикоррупционное законодательство, которое было проголосовано, по-моему, во вторник. Да, буквально вот на днях, по-моему, 14 октября, оно решает какие-то проблемы. Я, честно говоря, с ужасом читаю. Да, ура, ура, то, что приняли, это проект закона, да, в первом стиле. Уже нет, мы уже все приняли. Уже проголосовали, да. Да, мы уже все антикоррупционное законодательство приняли. Антикоррупционное, да, да, оно уже проголосовано. И появляются разговоры, и эксперты, специалисты, там, узкие, не узкие, уже говорят о том, что нужно вносить изменения, что эти законы, они нуждаются в доработке. Я считаю, я считаю, что эти законы в большинстве своем были нужны. Я не считаю, что стратегия борьбы с коррупцией — это что-то такое ноу-хау. У нас с этих программ было много, важные механизмы. Да, 23 года были программы. То есть программы и стратегии, я говорю, я практик, я люблю конкретные решения, конкретные движения вперед. Но реально в этих законах есть нормы, которые предусматривают обязательства чиновников, в первую очередь чиновников, которые представляют государство, декларировать свои доходы и расходы. Которые вводят ответственность этих чиновников за то, что их расходы не соответствуют их доходам. Обязывают чиновников не только самих декларировать доходы, но и их близких родственников. То есть я думаю, что в процессе реализации этих законов, так же, как и в процессе закона иллюстрации реализации, который уже вступил в действие, будут возникать шероховатости, где надо будет то или иное положение доделывать или подправлять. Но они были очень нужны сегодня. Они реально нужны сегодня, потому что то, как себе позволяют чиновники и жить. И даже, вот они сейчас все идут на выборы, очень многие чиновники идут на выборы. Он всю жизнь работал милиционером или мэром, или губернатором. То губернатором одним, то другим, то замом. То есть он всю жизнь был чиновником на зарплате до 5000 гривен, но он декларирует миллионы. А у меня вопрос, откуда? Поэтому вот это законодательство было очень нужно антикоррупционное. Но это законодательство, которое наказывает, а для меня, вот для того, которому важно, чтобы бизнес начал работать в Украине. Потому что без того, чтобы начал работать бизнес, у нас не произойдет ничего. Бизнес работает, он создает рабочие места, он платит налоги, появляются деньги в бюджете. И это такое кольцо, которое начинается развиваться именно с работы бизнеса. Для меня очень важно, чтобы мы убили коррупцию в регулировании бизнеса. Это же тоже коррупция. На любом этапе, куда бы ты ни шел, ты должен или заплатить, или подмазать, или с кем-то договориться, что означает, но уже потом заплатить. Так вот эти механизмы мы должны убрать со всех возможных законов и регуляторов. И вот то, о чем говорит Анатолий, нам надо принять еще один закон. Но не будет еще и этот закон выполняться. Пока суды не начнут защищать, реально защищать права людей, предусмотренные законом, законы не действуют. То есть до тех пор, пока суды не станут правосудными, не станут доступными для людей, ничего не произойдет. Поэтому для меня есть антикоррупционное законодательство, есть законодательство иллюстрации. Мы уже ужесточили наказание максимально со всех коррупционеров, которых словят и доведут до суда, и в судебном порядке докажут, что они были коррупционерами. Для меня очень важно сделать так, чтобы человек, который идет в госслужбу, не имел возможности заставлять или же вымогать. Чтобы у него было настолько прозрачные обязанности и полномочия, чтобы у него не было выбора. Или ты работаешь по закону, или ты не работаешь. Ну скажите, пожалуйста, опять же, у прокуратуры отобрали общий надзор, этого уже нет. Кто будет следить, ну проще говоря, кому жаловаться, если вдруг понимаешь, что антикоррупционное законодательство не соблюдается? Куда идти? Во-первых, мы создали антикоррупционное бюро. Оно еще не создано, но мы его создали. Это будет тот орган государственный, который будет отвечать за, даже не знаю, как это культурно сформулировать, то ли за состояние коррупции, то ли за отсутствие коррупции. Что оно будет отвечать, это бюро. То есть мы создали это бюро, и это будет орган по борьбе с коррупцией, по упреждению коррупции в стране. Это то, что касается коррупции. То, что касается полномочий прокуратуры. Но мы же с вами знаем, они зарабатывали деньги на этом надзоре. Откровенно, нагло, иногда по ходу дела, следствия, а иногда сознательно, просто идя и этим надзором забирая деньги. Поэтому полномочия надзора есть у конкретных отраслевых контролирующих органов. И если мы говорим, я возвращаюсь в продукты питания, потому что мы там все отрегулировали, будет два государственных. Они сейчас есть. Просто сегодня их было много, а сейчас мы их реформируем. Будет один орган государственный, который будет определять политику государства, определять, как должно все происходить, чтобы продукты питания были безопасными для нас с вами. А другой орган будет контролировать выполнение вот этого всего. Все. Один контролирующий орган вместо сегодня действующих четырех в сфере именно продуктов питания. Но это будет тот орган, который будет иметь полномочия, во-первых, а во-вторых, отвечать за то, что он допускает на рынок. Это политика президента. Политика нашего нового президента. Ну, я понимаю, что вы не можете быть с этим не согласны. Я бы хотела вернуться к этому. Более того, я не просто. Я с этим согласен. Я считаю, что именно сейчас необходимо провести целый ряд реформ, в том числе, Оксана говорила, борьба с коррупцией, реформа судов, реформа здравоохранения, реформа правоохранительных органов и там же реформа рынков. Потому что на самом деле Украина – это страна рынков. У нас в каждом городе по несколько десятков различных рынков. И на этих рынках работают предприниматели. Работают в Харькове, но работают жители Московского района, Киевского. Они сами себя обеспечивают. Да, то есть они не просят у государства ничего. Поэтому, когда руководство этих рынков гнет и отбирает у них последнее, отбирает у них саму возможность зарабатывать деньги, то это настолько неправильно, что я уверен, что это должно быть отрегулировано в том числе и на общегосударственном уровне путем принятия закона. Потому что Украина продолжает оставаться страной рынков. И это неплохо, потому что на этих рынках жители, все остальные могут купить по доступным ценам то, что им нужно, то, что им нравится. Начиная от продуктов питания, заканчивая потребительскими товарами. Но вы знаете, все равно у меня какой-то, может быть, я не до конца понимаю, но вот отдельный закон о предпринимателях, торгующих на рынках, мне кажется, на фоне тех 87 регулирующих деятельность предпринимателей, мне кажется, это не совсем правильно. Мы не говорим о регулировании деятельности предпринимателей, мы говорим о том, что нельзя у предпринимателей брать деньги на бумажки, ничего им взамен не отдав. То есть нельзя вымогать у предпринимателей деньги, взносы в какой-то благотворительный фонд или в какой-то фонд ни за что, не дав им взамен право собственности на то, что будет строиться за эти деньги, на эти ролеты, на эти контейнеры. Ведь сегодня предприниматели, я еще раз акцентирую внимание, они платят за воздух, за просто право жить и работать. Это право бесплатно. Это право должно быть гарантировано законом. И это право должно быть на основании закона. Я поняла и думаю, что очень хорошо, что во всяком случае этот вопрос хотя бы поднимается. Мы не просто должны его поднять, мы должны его решить. У нас одна минута, и я бы хотела от вас, вы депутат городского совета, вы депутат Верховной Рады Украины, чего вы ждете у нас одна минута, чего вы ждете от встречи Порошенко с Путиным. Потому что не коснуться этой темы, ситуации на востоке Украины я просто не могу. 17 октября Порошенко и Путин, будет ли мир у нас в стране? После того, как Порошенко стал президентом, он смог на политическом уровне, на международном уровне обеспечить перемирие, которое после этой встречи, после других решений и движений со стороны президента Порошенко однозначно обеспечит мир на востоке Украины. И я абсолютно уверена в том, что сегодня Порошенко делает все для того, чтобы этот мир был обеспечен не военным образом, с сохранением жизни каждого украинца. И того, который сегодня воюет, и того, который сейчас вынужден жить в территории действия АТО. То есть задача со стороны Порошенко и задача каждого абсолютно гражданина Украины это мир и на востоке, и внутри страны без коррупции. И без вот таких вот злоупотреблений со стороны власти. Я представляю партию мира. То есть я считаю, что президент Украины Петр Порошенко тот человек, который обеспечил, обеспечивает и обеспечит до конца мир в Украине. Для харьковчан это очень важно, потому что Харьков это один из двух городов, которые прикрывают всю остальную Украину от той ситуации, которая происходит в Донецке и в Луганске. И мы на сегодняшний день имеем те простые обычные радости жизни именно благодаря мирным инициативам президента Петра Порошенко. И вот всего этого не имеют сегодня жители Луганска и Донецка. К сожалению, будем надеяться на то, что ситуация там все-таки будет мирная. Обязательно наладится. Я напоминаю, что гостями программы «Отражение» были Оксана Продан, депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, и депутат Харьковского городского совета Анатолий Радзинский. Спасибо. Программу провела Елена Бараник. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин